Итак, Вадим, с чего мы продолжим? С топором? Да. Самый узнаваемый, самый распространенный рубящий инструмент – топор. Конечно, вы должны понимать, для каких целей вам топор. И когда вы приходите на заточку, желательно, чтобы вы говорили о том, что вам им проводить какие-то слесарные работы, рестолярные, либо вы будете использовать его как в виде колуна, либо будете использовать его как какой-то универсальный инструмент для разных задач. Таким образом, мастер должен подобрать именно форму режущей кромки, необходимую под ваши задачи. То есть это либо колун, либо более такой острый угол. Так как это обычный простой садовый топор, то есть именно для простых работ, для рубки пеньков, деревьев, то есть я вам покажу, как я это делаю вручную. То есть, соответственно, вращение идет в данном случае против часовой. То есть я вот так вот наклоняю. И вот таким вот движением, собственно, я, ну, можно чуть-чуть добавить скорости. Вот. То есть, ну, кто-то задаст вопрос, а почему вы это делаете вручную? Ну, в силу того, что это скорость, и, ну, опять же, рука поставлена с точки зрения того, что я вижу, ну, как бы углы соприкосновения, то есть подвода, да, непосредственно к самому, к самой линейке. То есть, соответственно, я сейчас делаю угол одинаковый. Так. Причем для ручной заточки, вот именно заточка топора, ну, то есть для подвода вручную желательно, ну, я обычно прошу, чтобы не снимали топорище, потому что это очень удобно, само вот именно удержание. Вот. Нарезающую кромку я вышел. То есть теперь я сейчас нашего видеооператора попрошу опять же подойти к станку Full Drive. Я специально сделал заготовку из абразива оксида алюминия P1000. Так, чтобы наши клиенты видели, друзья наши на канале, мы его так вот немножко вбок повернем. Да. Сейчас центр поймаю. Специально не стал прорезать. Наверное, попаду сегодня. к концу вебинара. Я выбрал не тот, а этот. Итак, мы сейчас используем технологию, пока Владимир настраивает станок, мы используем технологию именно заточки на двух станках. Первый станок у нас использовался для формирования режущей кромки, да, формирования. Ну, самого подвода, то есть вот я его сделал, я вышел на режущую кромку, получил достаточно грубый заусенец, а сейчас я просто с помощью абразива P1000 сделаю микроподвод, и это очень удобно. То есть вот прям такое легкое касание с изменением угла немножко в тупизну. То есть я как раз прорабатываю сейчас исключительно режущую кромку. Вот, заусенец не факт, что он там, например, слетает, но получается, что он становится достаточно таким легкоподдаваемым для того, чтобы... А нет, вот он прям со второго раза он как бы слетел. То есть поддаваемым для того, чтобы я его вот мог просто убрать пальцем. Вот, и здесь получается, то есть, ну, такая как бы заточка, подвод, то есть основной, да, и микроподвод. Причем основной базис я сделал на абразиве P60 и сразу перепрыгнул на P1000. Владимир, а мы можем затачивать и все выполнить операции на одном станке TESAR? Да, конечно, можно сменить ленту, также поставить абразив P1000 туда и, в принципе, это сделать. Но я настолько вот уже привык к станку Full Drive. То есть это ваше уже направление и технология, по которой вы работаете, и вам так просто удобно. Но если вы имеете всего лишь один станок ADEMS TESAR у себя в мастерской, на нем вполне возможно затачивать топоры и садовый инструмент, не имея Full Drive. Да, да, да. То есть вот он, ну, я сейчас... Вот, то есть он сейчас режет бумагу, прорезает. Вот, но опять же, для того, чтобы, ну, как сказать, что заточка закончена... Да, можно показать просто, какая получилась у нас режущая кромка. И если бы у нас было побольше времени, и мы бы просто больше постарались, выводили бы... Ну, я просто заполировал получше. ...красоту, да. То даже внешний вид той режущей кромки, тот внешний вид, который вы отдаете инструмент, уже вызывает у вашего клиента удовольствие. И, соответственно, он доверяет вам как профессионал. Да, конечно. Итак, топор заточен.